Итак, добрый день, сегодня мы с вами работаем с желобами. Будем учиться строить их двумя возможными методами. Первый будет достаточно, я рассматриваю его как простой, второй более сложный, но универсальный. Не забывайте подписываться на канал, если вам нравятся мои видео. Это очень сильно стимулирует, это небольшая благодарность за мой труд. И как-то комментируйте, возможно, вносить предложения в сообществе, опять же в ютубе, о том, что какой записать ролик в дальнейшем. Также открылась группа ВК, она достаточно сырая, но она развивается. Туда будет добавляться дополнительный материал и текстовое описание тех же самых уроков, с которыми вы уже многие видели, а может еще и не видели. И вспомогательный материал, сборки семейств и так далее и тому подобное. Итак, первый метод. Первый метод достаточно простой. Построение данного желоба осуществляется при помощи стандартных наборов. Мы с вами переходим во вкладку архитектуры, нас интересует с вами крыша. Здесь у нас есть возможность построения водосточного желоба. Нажимаю на данную функцию и нажимаю на низ, либо мог наверх своей крыши. Покажу, что будет. Если за верх его цеплять, он у нас прицепится вот таким вот образом. Если за низ, он прицепится вот таким. На самом деле спорный момент, где его размещать в зависимости от формы крыши, еще дополнительных элементов ската нашей крыши. Это все нужно рассматривать. Я буду строить, просто показывать, как стандартный желоб у нас с вами выполняется. Откачусь назад, автобусы вернулись. Крыша, водосточный желоб и буду цеплять его снизу. Сразу же расставлю его со всех сторон своего домика, там, где необходимо мне построить наш желоб. Как отредактировать вот этот стандартный, достаточно страшненький такой желоб? Сделать какой-нибудь более универсальный, более такой декоративный. Итак, процесс создания. Переходим во вкладку «Файл», «Создать», «Семейство». На самом деле, очень сильно напоминает создание профиля, который мы с вами делали для карниза. Ссылка на него будет. Итак, нас интересует метрическая система профиль. Перехожу в создание метрической системы профиля. И давайте построим линейное построение. Будем использовать жалоб. Пускай он будет 200 миллиметров. И какой-нибудь вот такой. Дальше воспользуюсь функцией «Сместить». Пускай на 20 миллиметров он у нас сместится. И через панель создания закрою ненужные мне элементы. Раз. Здесь закроют таким образом. Через функцию «Обрезать» удлинить до угла. Соединю. На самом деле, здесь можно было бы оставить его как и с другой стороны. Смещением его. И в дальнейшем уже система крепежа. Я предполагаю, что он у меня будет скрепиться какими-то закладными деталями с этой стороны. У тех, у кого отображаются толстыми линиями, а в вкладке «Вид» у меня выключена функция «Тонкие линии», чтобы можно было его рассмотреть. Итак. Ну, можно было продумать на самом деле его сместить. И оставить что-то для крепежа. Создание. Линейное. Включу «Тонкие линии». Криво немного получилось. И обрежу все, что мне не нужно. Вот таким вот образом. Заодно фиксатор у меня будет. Теперь я файл «Сохранить как семейство». Сохраняем его в удобный вам путь. Я буду сохранять, заменять то семейство, которое я уже разрабатывал. Водосток. Сохранить. Заменить существующую версию? Да. Закрываю данное семейство. Мне оно уже не пригодится. Теперь, что я делаю в своем проекте. Вставить. Загрузить семейство. Водосток. Выбираю свой профиль. Они подсвечиваются у меня сразу же все, потому что в изменении типа я, когда их расставлял, копировать не нажал. Поэтому у меня не заменятся сейчас все сразу же. Итак, выбираю профиль. Водосток. И давайте сразу же поменяем материал по категории. Будем использовать какой-нибудь металл. Пускай это будет алюминий. Он стандартный, есть у всех. Итак, в профиле я поменял. Профиль водосток. Материал алюминий. Здесь три точки появляются. Окей. Вот появился мой водосток. Достаточно громоздкий какой-то. Можно было бы его немного отредактировать. Сместим его по горизонтали на 50 мм. Пускай он поднимется. Ой, прошу прощения. Не сюда. Здесь ноль. По вертикали. Плюс 50. 150. Я хочу, чтобы он полностью у меня закрылся. При помощи функции сместить. Почему я это делаю? Чтобы все водостоки у меня, смещение по вертикали, чтобы у меня все водостоки приподнялись. Вот таким вот образом. Пускай я его оставлю именно так. Теперь давайте, что мы с вами сделаем. Задекорируем вот эту часть нашей крыши. Будем делать лобовую доску. Строится она тоже достаточно просто. Вкладка архитектура, крыша, лобовая доска. С софитами будем работать немного позднее. Мы будем строить дополнительные уровни, выбирать рабочие плоскости, потому что сейчас у меня дополнительных уровней нет. Это для тех, кто хочет крышу декорировать свою снизу, чтобы не было вот этого ската нашей крыши. Сейчас покажу. Вот этого ската, чтобы у нас крыши не было, чтобы мы его не видели. Опять же, там будет два метода. Итак, крыша, лобовая доска. Здесь у меня стандартная лобовая доска, рейка используется. Вы ее сейчас будете видеть плохо, я поменяю ей цвет. Материал, пускай у меня будет какое-нибудь дерево. Вишня та же самая. Окей. И создам аналог, подсветил лобовую доску. Создам ее со всех сторон моих крыш. Крыши у меня однотипно используются, поэтому здесь будет все достаточно просто. Я вижу то, что стандартная лобовая доска у меня не полностью закрывает мою крышу, и мне бы необходимо убрать вот эту толщину. Сделать это можно простым методом и сложным. Сложным на фасаде измерить толщину своей крыши, если вы не знаете, как посмотреть толщину сборки вашей крыши по материалам, либо подсветить нашу крышу, изменить тип. Вот он, 289,5. В стандартной сборке, скорее всего, мы не найдем такой лобовой доски. Давайте посмотрим, изменить тип. У нас есть 286, и там будет у нас немного не доходить до нашей крыши. Вон я вижу участок серый. Давайте сделаем, чтобы она полностью крышу нашу закрывала. А еще и декорируем, потому что не всегда у вас у стандартных крыш, не стандартных крыш, у вашего типа крыши найдется та самая лобовая доска, которой вам нужна. Файл. Снова. Создать. Семейство. Метрическая система. Профиль. То же самое будем использовать. Здесь функция построения линейная. Сразу же отложу 289,5. 289,5. Ширину своей лобовой доски. Ну, грубо говоря, насколько она смещается. И теперь сделаю какой-нибудь профиль. Собственно, ручно. Я хочу, чтобы она одновременно выполняла и какую-то декоративную функцию. Пускай она у меня пойдет здесь так. Здесь будет какая-то резная. Как вы посчитаете нужным? Ну, здесь уже сведу в точке. Вот такого профиля. Тоже достаточно страшно, но вы сами будете смоделировать ту самую лобовую доску, которую вы захотите. Снова файл. Сохранить как. Семейство. Доска я ее называл. Пересохраняю. Сохраняйте просто семейство как путь. Закрываю данное семейство. В моем проекте. Вставить. Загрузить семейство. Загружаю семейство с доской. Выбираю лобовые мои доски. Изменить тип. И выбираю тот самый профиль доска. Они у меня автоматически поменялись везде. Материал будете подбирать собственноручно. Тот, который вам пригодится. Давайте я у крыши сейчас поменяю материал на черепицу. Чтобы она выглядела достаточно эстетично. Потому что черепица есть у всех. В сборке кровля черепица. Вот таким вот образом. Вот так будет выглядеть наш домик. А теперь пойдет второй метод создания. Итак, второй метод. Для начала я удалю все, что мне не нужно. По моему проекту. И будем с вами создавать. Итак, что я делаю? Я буду строить через обобщенные модели. Уже сразу же с трубой. Все, что будет необходимо. Только это будет сделано через обобщенную нашу модель. Итак, я перехожу во вкладку архитектура. Компонент. Модель в контексте. Архитектура, компонент, модель в контексте. Меня интересуют обобщенные модели. Задам ей обозначение. Водосток с трубой. Ок. Что я буду делать? Элемент выдавливания на данный момент. Выбираю. Можно на самом деле выбрать, задать рабочую плоскость. Выбираю собственноручно кромку своей крыши. Вот, чтобы я ее видел с торца, по сути дела. Выбираю ее, нажимая левой клавишей мыши. Ориентирую, чтобы я смотрел на свой объект под прямым углом. Теперь что я сделаю? Замоделирую точно тем же самым методом, что мы с вами делали. Профиль, который будет похож на то, что мы с вами уже рисовали. На 5 мм я отставал от моей крыши. Здесь на 80 мм, предположим. Я не замерял тот водосток. Теперь на 200 мм. Давайте на 200 мы увидели, что получается достаточно громоздкий, на 150. При помощи функции «Сместить» рисую профиль. Чтобы вы понимали, я вот таким образом буду смотреть. Рисую чисто контур профиля выдавливания. Соглашаюсь с выполнением данного действия. И протягиваю на всю длину на данный момент крыши. Зажатие на стрелочке. У нас появляются вспомогательные линии, которые помогут вам состыковать с граничными значениями нашей крыши. Давайте его закроем, чтобы у нас с торцов он выглядел достаточно эстетично. Я все еще нахожусь в редакторе моей обобщенной модели. Создание. Элемент выдавливания. Создам. Выберу линию нижнюю. И чисто закрою до крыши. Раз, два. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Отредактирую его. Здесь тоже подрежу. Вот таким вот образом. С одной стороны. И теперь подсвечу на видовом кубе, я сориентировал опять же, чтобы смотреть под прямым углом. В данном случае справа. Нажму на разрыв связи моей рабочей плоскости. Копирование. И перенесу его в другую сторону. В другую сторону нашего дома. И тоже отредактирую мой водосточный желоб. Вот таким вот образом. Он с двух сторон у нас закрыт. Материал я пока еще не задавал. Теперь давайте сделаем трубу. Через панель создания нас интересует сдвиг. Мы с вами редактируем эскиз траектории. Смотрю на свой объект опять же под прямым углом. Какая траектория меня интересует. Пускай он у меня сразу же будет выступать в мою трубу. Потом я все это подрежу. Веду до основания моей крыши. Потом под углом к стене моего здания. Тяну вниз. Ну и отвод от нашего дома. Вот таким вот образом. Соглашаясь с выполнением данной операции с траекторией. Теперь нажимаем функцию редактирования профиля. Смотрю сверху на свой объект. Будем делать трубу. Замоделируем трубу. Раз. Два. Соглашусь с выполнением данного действия. И еще раз нажму на зеленую галочку. Вот у меня замоделировалась труба. Давайте ее сместим. Разорву еще опорную пласкость сразу же. И при помощи функции перенести. Задвинем к нашей стеночке. Вот таким вот образом. Теперь как нам избавиться от вот этих элементов и прорезать дырку в нашем профиле. Я перехожу в панель создания. Меня интересуют полые формы. Первая полая форма будет элемент выдавливания. Ну и вторая на самом деле тоже. Полый элемент выдавливания. Выбрать линии. Выбирая линии. Своей трубы. Прошу прощения. У меня они почему-то не подсвечиваются. Потому что мы не задали с вами рабочую плоскость. Выбрать рабочую плоскость. Выбирая верхнюю грань своей трубы. И через функцию выбрать линии. Редактирую наш эскиз. Итак, почему у меня не строилось? Потому что я не перезадал рабочую плоскость. Соглашаюсь с выполнением данного действия. И теперь редактирую полую форму таким образом. Чтобы она у меня не подрезала ненужные мне элементы. Я теперь вижу то, что сток у меня есть. Теперь мне нужно разобраться с вот этой трубой. Которая выступает в моем сливе. Что я сделаю? На данный момент через временное скрытие изоляции подсвечу ребро. Вскрою элемент. Можно было этого, правда, и не делать. Смотрю на виде спереди. Вот я вижу полую форму. Создание. Полые формы. Полый элемент выдавления. Задать рабочую плоскость. Не забывайте перезадавать рабочую плоскость. А то в прошлом, 10 секунд назад, вы видели, что случилось. Выбираю плоскость. Выбираю плоскость своего водостока с торца. Теперь при помощи функции «Выбрать линии». Рисую контур, соответствующий, по сути дела, жёлобу. Соглашаю с выполнением данного действия. Можно отредактировать, чтобы чисто он на трубу у нас с вами находил. И восстановлю скрытый элемент. Таким образом у меня и подрезалась моя труба, и замоделировался наш жёлоб. Давайте зададим теперь материал. Для данного элемента выдавливания мы с вами зададим материал алюминий. Я его просто подсветил, и в панели «Свойств» задать материал. Задам материал алюминий. Для данного профиля тоже материал алюминий. На самом деле можно было выбрать для них всех сразу же, чтобы потом не морочиться. Алюминий. С другой стороны не забывайте, что у нас с торца тоже закрывается. Материал алюминий. Давайте водосточный жёлоб ещё перекинем на другую сторону тоже, чтобы он у нас был. Для этого выделю и полуэлемент выдавливания, и свою трубу. И при помощи функции «Копирование». А, у меня не все элементы разорваны. Сейчас их оторвём от рабочей плоскости. Отрываю. Отрываю. Тругую я уже отрывал. Зажатой клавишей «Контрул» снова выделяю всё, что мне необходимо. При помощи функции «Копирование», в данном случае мне нужно будет зацепиться за эту грань, передвигаю к другой нашей стене. Здесь у меня конфликт с полой формой. Давайте её снова пересоздадим. Или поступим проще. Протянем ту полую форму на всю длину нашего жёлоба. Можно было пересоздать, а можно протянуть ту, которая уже имеется в этой рабочей плоскости. Нет, придётся пересоздать. Снова захожу в редактор наших форм. Полые формы. Задать рабочую плоскость. Снова нижняя линия. Снова контур. И восстановлю исходный вид. Вот таким образом замоделировался у нас с вами жёлоб двумя возможными методами. Первый достаточно простой, второй немножко посложнее. Но так его можно отредактировать. Да, завершу создание нашей модели. Вот таким образом выглядит наш домик. При помощи обобщённой модели также можно сделать вот эту же самую лобовую доску. Этапы создания достаточно простые. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что нужно делать. Всего доброго.